Здравствуйте, уважаемые трейдеры! С вами я, Екатерина Стихина, и обзор азиатской сессии от 30 мая. За прошедшие сутки на мировых фондовых биржах было зарегистрировано некоторое оживление настроений риска. Рост акции проходил на фоне предварительной договоренности американских властей о потолке госдолга. Однако торговля в целом была сдержанной, поскольку в Соединенных Штатах и в Европе, включая Великобританию, был выходной день. Стоит также отметить, ввиду, что договоренность между президентом США и спикером Конгресса – это только начальный этап. А утверждение законопроекта, который на данный момент занимает 99 страниц, в Палате представителей и в Сенате может столкнуться с большими проблемами. Ожидается, что американские законодатели обсудят документы и проголосуют за него в среду. Между тем, министр финансов США Джанет Йеллен предупредила, что правительство столкнется с дефолтом, если не поднять потолок госдолга до 5 июня. Поэтому неопределенность вокруг потенциального кризиса будет сохраняться вплоть до одобрения Конгрессом соответствующего закона. А на рынках фондовых и валютных возможны в это время резкие всплески волатильности. Что же касается позиций американского доллара, то перспектива скорого разрешения проблемы госдолга США снизила его привлекательность как безопасного убежища. С другой стороны, растущие ожидания повышения ставок ФРС поддерживают курс американца по отношению к его аналогам по корзине валют G6. В результате индекс доллара во вторник поднялся в область отметки в 104,5 пункта – это самый высокий уровень за последние 10 недель. На фоне неопределенности и все еще актуальной угрозы дефолтов США, Greenback демонстрирует неплохую устойчивость. В азиатскую сессию вторника он по-прежнему продвигался в зеленом ценовом коридоре между отметками 104,09 и 104,51. И ожидается, что за месяц американская валюта по индексу вырастет на 2,5%, что безусловно подтвердит ее статус всесильного доллара даже на фоне последних распродаж. В ближайшей перспективе основная тенденция по Greenback остается восходящая. Уверенное преодоление уровня в 104,5 пункта будет свидетельствовать об усилении покупок. И это может вызвать ускорение котировки вверх к техническим линиям сопротивления на отметке 104,70 и 105,5 пункта. Усиление медвежьего импульса по доллару США привело сегодня его курс к японской валюте к резкому падению почти в область 140 иен. Торговый график пары в азиатскую сессию уже продемонстрировал высокую волатильность, о которой мы предупреждали в начале нашего видеообзора. Причем длинные позиции по паре сократились еще больше на фоне снижения привлекательности индекса доллара. Доходность казначейских облигаций США также резко упала, что было воспринято чувствительно к трежерис-иене с оптимизмом. Придает силы инвесторам и в японскую валюту, и планы Банка Японии продолжить операции по покупке гособлигаций. Об этом сегодня заявил глава ведомства Кацууэда. Вот его цитата. Банк Японии будет терпеливо поддерживать мягкую денежно-кредитную политику, поскольку до стабильной инфляции на уровне 2% еще далеко. Конец цитаты. Однако в целом иена сегодня находится во власти новостей из Соединенных Штатов, а именно переговоров о потолке госдолга и поступающей экономической статистики. Ее курс к американскому доллару продвигался в азиатскую сессию в широком ценовом диапазоне между отметками 139.90 и 140.90, и пока преимущественно все-таки на укрепление иены. Испытали на себе сегодня удар волатильности и валюты антиподов. В начале азиатской сессии австралийский доллар резко укрепился до отметки 0,6550 на распродажах американца и возможном росте инфляции внутри страны. Однако затем австралиец был также резко сброшен вниз и перешел к консолидации в ценовом диапазоне 0,6503-0,6560. Не исключено, что ОЗИ снова сможет подняться на публикации индекса потребительских цен. Эти данные выйдут в среду и ожидается, что инфляция в Австралии несколько возрастет. Кроме того, также завтра в центре внимания инвесторов будет выступление главы австралийского Центробанка, который представит свои прогнозы по ставке. И, с другой стороны, ожидания дальнейшего повышения процентной ставки Федрезерва США укрепляют в этой паре позицию американца и несколько сдерживают рост ОЗИ чуть выше области 0,6540. Для новозеландского доллара условия рынка сегодня определили ценовой диапазон в границах 0,6027-0,6063. Причем новозеландец после нескольких широких зигзагов перешел в консолидацию и торговался в конце азиатской сессии в области котировки 0,6050. Отметим также, что киви снижается против большинства основных валют, а против американца остается на самом низком уровне за последние полгода. На фоне признаков ослабления экономической активности в Новой Зеландии и объявленным Центробанком страны возможной остановки роста ставок, медвежьи настроения в национальной валюте будут сохраняться и дальше. Таковы основные новости азиатской торговой сессии на этот час. ИнстаФорекс ТВ продолжает следить за ситуацией на рынках онлайн и снабжать вас актуальной информацией и аналитикой. Ждем ваших вопросов и комментариев. Спасибо за внимание и до следующих подключений на нашем канале. Увидимся!